Ещё почему-то всё именно вот на левой руке, вот на этих двух пальчиках, здесь какие-то, знаете, прям дырочки, как говорится, не будь жмотом, дай человеку второй шанс, но не будь идиотом, не давай трейд. Хорошо сделала тогда. Хорошо сделала, да, да, да. Слушай, ну она тебя вообще просто опрокинула, это ужасно. Добрый день, я сейчас еду на маникюр. Моим ногтям страшно подумать, два месяца, вот прям буквально через 2-3 дня будет два месяца. Вот так это выглядит. Очень сильно отросли, я ещё сделала красный цвет, я его не делала очень давно, и ну вот что-то меня потянуло, я не думала, что так долго не смогу попасть на маникюр, но так вышло. Но с другой стороны, это был такой тест-драйв покрытия, я поменяла мастера, всё-таки моя душа не выдержала, и я перестала ходить к девушке, которая мне очень хорошо делала ногти, но очень долго, ну и не нравилась мне всё-таки обстановка, в которой всё это происходит. Я не против мастеров дома, опять же повторюсь, но если это будет отдельный оборудованный кабинет, ради бога. Но когда это происходит на кухне, среди кухонной утвари, ну блин, ну не очень, ну как-то вообще не очень. Поэтому я решила дать второй шанс мастеру, у которого я была очень-очень давно, и меня всё устраивало. Я вам про него, кстати, уже рассказывала, но у меня там случилась небольшая обидка, но я думаю, нет, надо дать второй шанс. Я не была у неё, так, ну наверное, четыре с половиной года точно. Я попала к ней чисто случайно, потому что она решила взять себе ещё одну девочку, ну не ещё одну, а просто одну девочку, да, помимо себя, чтобы у неё был ещё мастер, потому что к ней очень много идёт народу, запись очень плотная, и, как говорится, нас много, она одна, и поэтому она решила обучить своей технике девочку, и чтобы к ней тоже шли клиенты. Собственно, так я и попала к ней, она написала, что девочке срочно-срочно нужна модель для ученика, у неё последнее занятие, обучая, ну человек не с нуля, обучая просто своей технике. А у меня как раз на тот момент от предыдущего мастера ногти были просто в кошмарном состоянии, я думала, что делать, и я ей написала, она говорит, окей, всё, приходи, то есть звёзды сошлись, как говорится, я думаю, это знак. В общем, я пришла, девочка мне делала очень долго, вот эти ногти, кстати, очень долго она в них делала, 4 часа. Но время пролетело незаметно, потому что мы давно не виделись, мы болтали, нам было что обсудить. К слову, ну реально покрытие очень круто проносилось, у меня нет ни сколов, ни отслоек, даже намёков на это нет. Да, конечно, оно потрепалось, оно не такое блестящее уже, да, там есть царапинки, но просто обычно, поясню, у меня вот так вот все ногти не просто отрастают, начинают вот здесь вот откалываться, начинают вот здесь вот на кончиках всё трезвое, что сейчас я попробую, если всё окей, я буду ходить к её этому другому мастеру, пусть не к ней, да, к её вот этой девочке, которую она берёт, но девочка оказалась очень хитренькая, она отучилась у неё и сказала, ты знаешь, у меня не получается у тебя работать. Причины она там особо не назвала, но я особо и не выясняла, ну в общем, ошибка была в том, что она её обучила бесплатно, своей технике, этого, конечно, ни в коем случае делать нельзя, но она не потеряла надежду, сейчас на неё, по-моему, она обучалась у второго мастера, выясню, кстати, платно или бесплатно, но я иду уже не как подопытный кролик, я иду именно к ней, я думаю, что я хочу поменять формулу, я хочу сделать какой-нибудь нюд, ну и в конце сейчас покажу, что же у нас получилось, ну и пару слов о том, почему же я не могла так долго попасть, запись действительно у неё очень плотная, народ вот прям делает маникюр и дальше записывается там через 3, через 4, через 5 недель, только получилось так, что и она уезжала, и уже народ, зная это, что она уезжает, назаписывался, и в итоге вот мне пришлось ждать ещё 3 недели, после того, как я проходила уже больше месяца, мне пришлось ждать ещё 3 недели, честно, на тот момент я думала, господи, как я вообще прохожу ещё 3 недели, это просто нереально, ну ничего, я их чуть-чуть подпилила, сузила, но сдержалась и не отрезала. Я бы попробовала, да, что-нибудь такое. Ты знаешь, какая-нибудь? Это, вот это. Вот это, да, мне кажется. Или вот. Мука, да. Да, мука, вот, давай, да. Хорошенький мука. Нет, ты относила её прям вообще просто кайф, если честно. Кайф, да. Хорошо сделала, да. Хорошо сделала, да, да, да. Слушай, ну она тебя вообще просто опрокинула, это ужасно. По-хорошему, пока, да, да. А у вас было 3 занятия у неё всего, да? Да. Но всё равно ты же целый день на неё тратишь. Ты могла бы просто... Да, я не тратила. Минус, минус. Нет, тебе... А ты сейчас вот девочку уже ещё тоже учишь. Я её учила за деньги. За деньги уже всё, слава богу. Да. Я её не взяла. Не взяла? Она плохо держась. Она всё и долго, и плохо, и хорошая. Слушай, ну та тоже не быстро, на самом деле. Ну да, да, согласна. Ну там хотя бы лишь результат был. Да, да, да. Нормальный, хороший. Нормально она сделает. Вот, но только прикинь, она меня взяла и заблокировала. Вот та первая? Да, Лена вот эта. Оооо. Я вообще в шильбон, она вот в инстаграме. Угу. Вот я как-то решила зайти, безумною, что она прям правда в шильбонке сделает. Ну да, она же мастер. Да, она мастер, да. Она горнее. Ну я тоже её вообще найти даже не могу. Ой, ну фу, это вообще какая-то. Вообще, это как-то детская сила. Все, потому что дома сейчас ты увидишь, что она, что она начала твою технику, знаешь, воплощать в жизнь. Ты знаешь, ну всё равно время, кстати, быстро пролетело. В прошлый раз. Как-то я думала, честно, будет сложнее, но нет. Я говорю, вот на самом деле это Лена, но она, мне кажется, ошибку совершила, потому что ходили бы к ней люди. И понятно там, ну вы же на каких-то условиях договаривались, да, наверняка, на проценте, да? Проценте. Вот. Может быть, её напугала первоначальная стоимость, она поприкинула и думает, блин, что ж я буду типа там… Ну так вот… А, ты ничего не оплачала? Да, да. Может, да, может быть, ну вы там полторы поставили, да, ну, например, 50-50, да, она подумала, что я буду за 750 рублей корячиться, да? Ну… Да. Да. О, да, классная флорка. Можно её быстро… Конечно, конечно. Я про то, что понятно, сейчас бы народ попривык. Вот, по-честному, я бы к ней тоже, после того, что я выходила, потому что… Да, ну вот я два месяца. Жалко, она тебя заблокировала, а ты мне дай её контакт, я ей напишу. Давай, давай, давай. Прикольно же. Не, ну правда, ты дурёха. Дурёха, дурёха, вполне еще. Да, она действительно меня не знает, потому что я вообще человек такой добрый, комфортный, у меня кажется, что можно делать, я не знаю. Я, конечно, не знаю, может ли у неё возникла, там, случайность действительно была. Поэтому она заблокировала? Ну, я не знаю. И даже тут я пытаюсь по-хорошему… Пытаешься найти положительный момент. Да. А, она тоже где-то снимает или на дому? На дому. Тоже такое. Ну, кажется, что там что-то еще и не нужно. Потому что смотрела накануне, за два дня вот там, как она мне сказала, и записала ей документов. Угу. Она так радовала. Вот у меня был такой шок. А потом она говорит, что я не могу, да? Да, по семейным обстоятельствам я приняла здесь очень должное решение, когда детство приходила. Ну, может быть, действительно что-то может сказать, зачем она тебе-то надо. Она на тебе будет зарабатывать. Вот это уже, они же любят очень, да? Да, да, да. Ну, ничего того, чтобы я ей как бы и тратить буду столько всего. Конечно, она же будет раскладывать материалы. Причем конкретно, она не будет там экономить, не знаю, на чем-нибудь, как ты можешь поэкономить. Да, да. Ты все равно не мое… Знаешь, мне точно так же мои клиентки говорят, когда говорят, слушай, я помню тебя, когда ты еще была не беременная, когда у тебя была там розовенькая комнатка твоя, типа, со шторками цветными, кабинетик. Я говорю, да, это было 9 лет назад. Им такая… Я говорю, да, я уже 11 лет, я говорю, работаю. Я говорю, страшно подумать. Сейчас я решаюсь, потому что это все это, как я была. Да, да, у тебя 2 лет. И меня сын принес мне еду. Коля, я помню его, как он кричал, типа, из полета. Мама, я болтала. Хорошо, чтобы 20 сентября было еще в октябре. Да. Ну, что, да? Такая усилилась. Ну, да. Смотри. Кайф вообще, кайфа. Царапцев. Да. Слушай, у меня никогда не было длинных. Я всегда как-то все вот обрезала. Всегда этот мягкий квадрат, там, знаешь… А сейчас вот они что-то сросли, я думаю, блин, а прикольно. Ну, конечно, если… С другой стороны, даже ногти пережешь что-то. Открыть какую-то баночку, берешь ножичек подковыриваешь, уже не ногтями. Думаю, попробуем. А подруга говорит… Ну, какая сейчас я пришла, она пишет уже, ну, что ты сделала? Она прям ждет, ждет ногти. Я говорю, у меня будет новая форма. Вот. А она неудобно, ну, скинула и фоткала. Она говорит, неудобно же будет. Я говорю, ну, а пилить я всегда успею. Конечно, пилить я тоже не отрастить. Вот именно. Я говорю, а так, жалко просто. Не, ну, иногда надо плохо. Знаешь, я люблю такую форму, но я себе не делаю специальную камеру. Честно. Потому что у меня все… У меня тоже, кстати, начали рваться. Да, начали рваться. Думаю… Заказала вот эти перчатки, да, как у тебя, уже пользуюсь себя. Мне очень нравятся. Вообще. 300 рублей. Да, вообще супер. Кстати, нужно помещение. Да? Да. Если что. И мы вот, наверное, с лета уже точно туда переедем. Слушай, а, вот эти ногти, видишь, у меня кривой. Вот она мне его изначально сделала кривой. Да. Прям туда, вон туда. Бежал. Вот. А ты их подпилила? Да. Я их сузила. Я их сузила. Длину я не убирала. Ну, может быть, где-то чуть-чуть, да, потому что они начали вот этой лопаткой такой отрастать. Да, да. Просто мы уезжали в Осетию. Да. Вот. И я такая… А я перед отдыхом никогда не делаю, потому что у меня в отдыхе я обычно что-то ковыряю, ковыряюсь. И я вообще ни ресницы, ни ногти мне нельзя. У меня просто табу стоит, что мне запрещено это делать. И я думаю, ну, ладно, вернусь и запишусь. Ага. И тут такая… Смы… Знаешь, когда прошло две недели, я думаю, чё? Так я еще месяцов прогоняюсь. Думаю, отлично. Просто… Я же у тебя когда тогда делала ногти, да? Помнишь, давно-давно, когда дочка у меня была маленькая. Я сделала один раз, второй. Потом я перестала, потому что я поняла, что у меня просто не получалось… Ну, сложно как бы было. Потом сына родила, я вообще никаких ни ногтей. И вот я буквально начала делать ногти опять, наверное… Да, да. Я, наверное, может быть, с апреля. Это… Да, да. То есть я вообще ничего не делала. Я просто, ну, сама себе там чуть-чуть пилила, красила там раз в неделю кулачком и нормально. Ох. И в общем… Да, да. И потом вот… А я всё смотрела на твою страничку, смотрю, ну, ты там что-то потихонечку что-то начинала. Ну, вот нам… И я что-то думала. Думала, у клетки. Я говорю, у кого ты делаешь? Она говорит, да вот у девочки, ну, у другой. Я думаю, ну, ладно, скажусь к ней. Ну, вроде ничего. А потом… Первый раз хорошо сделала. А потом второй раз как раз вот я с её покрытием пришла тебе снимать. И вот там… Почему спрашиваю? Потому что вот оно было матовое. Да, да. И оно у меня вообще начало всё отколупливаться. И я… Ну, она мне написала, типа, как ногти. Ага. Да, а ты мне говоришь, что это всё от базы. А ну, она, наверное, из-за толпа? Да, да. Матовая. Ну, не знаю, у меня в чём-то всё хорошо, что она там. Угу. 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 Да. Может. Угу. 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 Больше, да? Да. Может ты глянец сделать? Может еще глянец давай еще… Угу. – Мы сейчас похожи… Ну, сейчас потом. А ты как на новогодние праздники уезжаешь? Ааа… Работаешь? Не работаешь? Десятого не будешь… Да. Прочу праздлива, стройте по маме. Уже записываются? Да. На ивай? Ну, наверное, на 10-efес свою внимание девочку. На десятка записалась. В раздумьях. Да, да, да. Потому что к Новому году у меня тоже оптимизировались. На Новый год у меня 14-го числа нет вообще. 14-го и до Нового года? Да. Ну да, все как. Под Новый год, да. Там даже будем ходить, где работать. Там всех надо унести. Угу. Вот. Вот, я думаю, все придут и на следующий раз будет запрещено. Чтобы перед Новым годом все вот тихо делали записи. Как-то и вчера девочка пишет. Вот запрещено, пожалуйста, на 28 декабря. Слушай, у тебя телевизор появился, по-моему, в прошлый раз не было? Да. Угу. 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 Ну, конечно, в этом удобно, наверное, сразу. Угу. Да, конечно. Ну, mais ккуре да. Но тут если можно еще сight, Flintаемых мунов composites, все, например, все режимы, все пожары. Муууууууха. Ну, конечно, место позволяет. Почему, но почему нет? Да, тут дети помещал, да. Вчера девочка пришла в пижаме ко мне, она говорит, что я ничего не успеваю и говорит, что не в салон, нет других людей, к тебе тоже спустился, можно в пижаме. Я очень не люблю, когда ты сидишь и вокруг тебя куча людей, кипиш, ходят, кто-то ржет, кому-то надо, я не знаю, какой-то один телевизор, другому другой сериал. Вчера нужно жить, ты же тоже устаешься. Да. Ну, блин, что бы нам заработать больше, нам надо как-то все равно развиваться. Да. Это да. Бенька, вы не забираете, как-то обучаете. Я бы с удовольствием, но я говорю, вот сейчас вот я ходила этим летом просто с кабинетом, но я тебе говорю, в итоге я что-то такая думаю, блин, наверное, я отложу, потому что у меня сын только начал ходить в садик, и я думала, как это все будет. У меня все клиентки обалдели. Представляешь, когда у меня маленькая дочка только начинает подрастать, опять живота не видно, потом хоп, в середине лета они такие, что? Я говорю, что? Я говорю, что? Я сама испугалась. Она такие, ты что опять? Я говорю, да. Ну, блин, все, ты нас точно бросишь. Я что с дочкой, что с сыном работала до последнего, потом через неделю опять выходила. И зря я это сделала. Почему? Зря, потому что клиенты это не оценили вообще. Вообще не оценили. Ну что, вот я и сделала ноготки, коготки. Классные, да, поменяла форму, прям, ну, мне нравятся, прикольные. Сделала я их вчера, сегодня с утра, появилось уже два косяка. Напомню, за ногти я отдала 2 300. Я считаю, что недопустимо, на самом деле, за такую стоимость сразу косячок. Ну, в общем, можно. Есть к чему придраться, но это уже, знаете, такие мелкие всякие штучки там, да. Сейчас вот в макросъемке сниму, покажу. Вот, но самое главное, да, это вот этот ноготь, у которого отвалился вот этот вот самый главный фишечка, кончик, да, вот этот вот остренький. У меня такая форма впервые. Не знаю, нравится вам, не нравится, но у меня такая форма долгое время вообще, конечно, не нравилась, но классная, прикольная. Минус этой формы в том, что рвутся перчатки. Я в перчатках не только работаю, но и мою посуду, и вот вчера вечером я решила помыть посуду, и просто сразу они все проткнули перчатку, но вот единственный минус. Поэтому это же был второй шанс для мастера. Я не знаю, я не знаю, пошла ли она проверку или нет. Мне кажется, что не совсем, но посмотрим, как я доношу. Я записалась в любом случае на следующую процедуру, потому что я просто не ожидала вот того, что произойдет. Помимо того, что отломался кончик, еще почему-то все именно вот на левой руке, вот на этих двух пальчиках. Вот здесь какие-то, знаете, прям дырочки на покрытие, не то, что как будто бы съедено в некоторых местах покрытие. Знаете, если вот чем-то капнуть таким, да, растворителем, и вот он прям разъел. Вот именно такое на этих двух пальцах. Я такой человек, я не присматриваюсь, сразу не придираюсь после процедуры, не ищу какие-то там косячки. Но я бы, в принципе, их бы даже не искала, если бы не вот этот вот товарищ, который с утра меня сегодня просто очень удивил. Я записалась на следующую процедуру через месяц. Я думаю, что я схожу, но посмотрим, посмотрим, как будет носиться покрытие. В любом случае, в следующем моем обзоре про маникюр пойду ли я к этому же мастеру, да, или я отменю записи, пойду в другой салон. В любом случае, будет обзор, и я вам расскажу, как же я относила эти ноготочки. В любом случае, я считаю, что цена-качество в данном случае не оправдалось, потому что такую цену просто недопустимо. Мне кажется, что появляются косячки сразу же на второй день. Учитывая, что я сделала вечером, а утром уже случилась вот проблемка. Но я надеюсь, что это как бы первая и последняя проблема, с которой я столкнулась в данном маникюре. Как говорится, не будь жматом, дай человеку второй шанс, но не будь идиотом, не давай третий. Так что я записалась уже на следующую процедуру, потому что, повторюсь, у меня не получилось попасть, очень долго попасть к этому мастеру, потому что все занято. Поэтому я записалась заранее. Посмотрим. Я думаю, что я схожу еще раз, и если уж опять будет что-то, какие-то проблемы, то, конечно, больше шансов не будет. Поэтому до встречи в следующих бьюти-обзорах. Следите за моими новостями, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики. До новых встреч!